Так найди эту Ирину. Ищу. Ирина искусствоведов во всех крупнейших музеях города 43. Проверить каждую кропотливую работу. Нужно время. Привет, друзья. Так сложилось, что Николай Рудик многие годы считался театральным актером. Сразу после окончания Щепкинского училища в 1974 году он был принят в труппу театра Советской армии, а через год перебрался в Ленинград, на родину своей жены Татьяны Хомич, с которой познакомился еще в училище. С кинематографом у Николая не заладилось с самого начала. Еще студентом в 1972 году он дебютировал в военном приключенческом фильме «Командир счастливой щуки» в роли одного из членов экипажа, затем была еще маленькой роль тоже в военном фильме, а потом долгие 15 лет актер, жил в ней кино, выступая только на театральной сцене. В 90-х годах, когда в театре зрительский зал могли собрать, не чаще чем раз в неделю, Николай брался за любую работу, чтобы прокормить семью, так как к тому времени у них с Татьяной уже было трое детей. Он освоил профессии каменщика и кровельщика и подработал в бригаде шабашников-строителей за скромную зарплату. А если предлагали роль в кино, то соглашался не читая сценарий и не спрашивая сумму гонорара. Примерно так он и попал в телесериал «Бандитский Петербург». Когда в начале 1999 года ему позвонил знакомый помощник режиссера этого сериала и рассказал, что есть роль бандита за скромный гонорар, то Николай сразу согласился. Позже, когда он прочитал сценарий, он понял, что роль ему досталась непростая. Предстояло играть настоящего современного дьявола, в высшей степени циничного и беспощадного человека. По сценарию его персонаж никогда не проявлял внешних эмоций. Как позже признался актер, оказывается самое трудное играть человека, лишенного каких-либо эмоций. Но в итоге после премьеры первого пятисерийного фильма «Барон» всем стало ясно, что этот сериал ожидает большой успех. И Николай Рудик, со своей ролью начальника службы безопасности криминального авторитета по кличке Антибиотик, великолепно справился. Помимо невероятного успеха и популярности, который сериал принес Николаю как актеру, этот проект значительно поправил бюджет семьи артиста. Смущало лишь одно, супруга Татьяна очень переживала, что Николаю приходится погружаться в образ и играть роль абсолютного злодея. Татьяна была достаточно набожна и считала, что таких зловещих персонажей не стоит касаться даже в качестве актера. И так совпало, что именно на съемках этого сериала Николай заболел неизлечимой болезнью. В последних сериях он снимался, уже зная о своем смертельном диагнозе. Он боролся с болезнью до последнего, но в 2002 году в 53-летнем возрасте его не стало. Его супруга и дети долго не могли смириться с потерей главы семьи. Татьяна замуж больше не выходила, одна подняла детей и когда те стали самостоятельными, приняла монашеский постриг. По информации от взрослых детей, она винит себя в смерти мужа, так как в свое время из-за безденежья позволила ему сниматься в этой роковой роли. Николай Рудик похоронен в Тосненском районе Ленинградской области, на кладбище в поселке Ульяновка. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.